всем добрый вечер кто не спит кто живет в моем часовом поясе всем привет я же на школе кутюр может быть какой-то канал привет привет всем добрый вечер так сегодня нас тема хотела затронуть тему профи курса профи так как мы уже подбираемся к завершению основного нашего платья как коробка коронки такой стоит нормальные дела спасибо нарядная тогда в моей жизни грядут видео перемены связанные с обликом тоже все пора становиться девочкой решила что нужно транслировать уже то что я есть на самом деле они свои растянутые любимые майки и джинсики поэтому решила прихорошиться обновить немножко гардероб и пофотографироваться в городе наконец-то вы выползли в город чтобы пофотографироваться я обычно очень тяжело фотографируемые меня тяжело фотографировать несмотря на то что я фотограф вроде бы я хорошо знаю позу но когда я стою по другую сторону экрана и я очень дискомфортно себя ощущаю мне все время кажется что муж не хочет мне фотографировать я ему не нравлюсь и так далее но дрессировки поддаются не только животные поэтому мы движемся коннектом так сейчас я вам покажу отключусь от розетки у меня телефон сел покажу поближе то что у нас получается нам осталось присоединить вас к вот красавица мы сегодня присоединяли верхний слой баски он немножко так при примет потому что еще на временных иголочках сидит сейчас мы пройдемся рукавчики еще тоже лысоватый недоделанная так и подкладочка еще будет и на юбочке и на лифи подкладка будет вот такие у нас крылышки крылышки тоже еще не наделаны вот она крылышка павли поэт это плавничок и его называл плавничок он отдельный он вот такой вот отдельный уже пофотографировала сегодня так что вот такой вот интересный это у нас курс профи подсоединить на зарядку обратно встану обратно встану курс так начинаем в общем про курс профи курс профи у нас старт 5 июля ступать можно всем кто умеет хоть немножко шить будут довольно сложные конструкции здесь у нас только юбка из четырех разных ярусов плюс плавники да здесь большой расход и по материалам то есть у меня наверно полметра осталось где-то четыре с половиной четыре метра кружева ушло и практически рулон фатина тоже ушел есть кстати небольшой секрет по поводу утяжеление юбки часто спрашивать как же выдерживает такой вес фатин но но это не совсем фатин и это не сеточка для лифа это константа константа она более стабильно и практически тоже не деформируется то есть она близка к сеточке для лифа но но немножко хуже качеством но для использования юбок самое оно так спасибо женя привет ты какая-то другая стала красивая спасибо сейчас я немножко раскрою тайну красота спасибо добрый вечер так я ищу ищу так все комментарии закончились никто ничего не пока не особо не зараживала на кей курсе профи кто наступает эта группа из 15 20 человек то есть небольшая группа место ограничено у нас борьба идет за главный приз 50 тысяч рублей возможно я уже об этом рассказывал но сегодня хочу все таки еще раз напомнить глаза горят ну как как горят проблема навалились но я ушла от них немножко другую тему и таким образом спас спасаю свое настроение и душ уйдя просто другое немного дело попозже расскажу женя отдохнувшая прям глазки сиять до отдыха я думаю тоже мне пошел на пользу загорала плечи немножко даже сгорели покупалась так с удовольствием в воронеже 37 градусов было когда мы были 37 градусов обалденно теплая вода здравствуйте я шью массовку но хочу научиться у вас кутерные вещи самое время вам включайте вечерние платья начинает шить на самом деле вот что-то пересохло сейчас я схожу попрошу мужа водичек на самом деле вечерний платье шить не так сложно как кажется с виду кажется очень сложно но это пару ухищрений и все так отвлеклась так вот данная модель которая вам показала это идет основная модель которую нужно взять за прототип для того чтобы участвовать именно в гонке за главный приз то есть в участие предоставлено внутри курса несколько курсов это новые курсы и старые курсы то есть и и и это хита старые курсы уже внутри их четыре и так это вспомогательные именно курсы основные вот курсы как бы появляться по ходу обучения потому что обучение длится три месяца и каждый месяц будет добавляться еще одно платье но шить примерно нужно вот такое который на манекене потерялся видолага платье просто восторг да я я его уже сегодня отфотографировала завтра выставлю покажу снимала последний урок юбочку соединения вот как раз волшебство происходит когда вы соединяете все запчасти вместе я с воду просил что здесь интересно здесь идет несколько ярусов да вы можете использовать либо два яруса либо три либо четыре либо полностью повторять либо изменять конструкцию либо делать меньше кружева чем есть у меня допустим меня 4 можно разместить и меньше просто я шла с заполнением снизу вверх и это забирает гораздо больше кружева то есть когда вы ведете сверху вниз вы можете заполнить 30 процентов от юбки а когда вы ведете снизу вверх вам приходится заполнять практически все то есть пробелов не должно оставаться за счет этого поглощение максимального количества кружева идет так вот видите то есть очень мало места где идет фатин возможно даже я еще буду дополнять как когда уже вся картинка собрана вот как сегодня собрала полностью все тогда уже видно что какие есть недочеты что еще можно доделать доработать то есть это мой самый любимый процесс мелкая проработка мелкая прорисовка когда вырез дотачиваешь мелкими мазками когда на юбке лепесточки мелкие дорабатываешь дошиваешь может быть расшиваешь именно поэтому подкладка идет самое последнее после всех ручных стежков когда мы заполняем все 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 камешками либо все там пришиваем аккуратненько и тогда уже происходит волшебство но мне уже было интересно пофотографировать как как она смотрится на фотографии почему я фотографирую незаконченные платья потому что фотография показывает гораздо больше чем вы видите глазами то есть у вас глаз замылен когда вы фотографируете платье на манекене либо даже на модели вы видите что этому платью не хватает как в процессе ходьбы что меняется то есть что нужно добавить я опоздала можно платье еще раз посмотреть да я как немножко погодя еще раз подпра подойду к нему еще раз покажу ой саша спасибо насти привет эфир сохраните пожалуйста хорошо сохраним сохраним эфир так вот не так страшен черт как его малюет это про пошив вечернего платья до если вы никогда не шли вам естественно лучше начать с более простого а более простые то юбочка солнце например да самый простой самый быстрый вариант почему потому что допустим силуэтная юбочка она занимает больше времени как минимум на то что там идет больше расход кружева больше нужно работать больше вырезать больше пришивать и так далее юбка рыбка то же самое если you в юбке солнце заполнение кружева даст допустимо 30 процентов то в юбке в силуэтной и в юбке рыбки вот в юбке рыбки минимум 70 процентов заполнения кружевом а в силуэтном вообще 90 то есть вот понимаете суть вроде бы юбка простая силуэтно но она больше на себя забирает это я говорю про про заполнение кружева и фатин да если юбку вы делаете атласной то конечно за столько кружева не нужно на силуэтную юбку использовать можно допустим пару мазков и все ссори инглиш но праша но это платье инглиш и турецкие переводятся это платье для курса профи который начнется 5 июля до совершенно верно это курс для платья для курса профи 5 июля вступать еще можно вступать до 5 июля можно вступать длится курс три месяца пошив пошив подобного платья максимум два месяца это максимум можно его и за месяц шить можно за два зависит от того сколько у вас заказов есть и если у вас дополнительная работа которая будет вас допустим отвлекать дети и так далее но два месяца это достаточно третий месяц грубо говоря идет на подготовку на приход тканей кружева бусинок и так далее то есть этот запас идет именно для этого какое должно быть это платье почему этот курс трехмесячный почему так долго он идет это потому что платья довольно несложно я бы сказала а долго долго и в дольше его шить потому что работы просто напросто больше чем у стандартных наших курсов да то есть именно из-за этого хорошо глядишь спасибо хотя очень потрепанная уже сегодня в такой жаре и катались и многое всего сегодня успели сделать и купили детям бассейн здоровый и качали его ну то есть вся вымотана все все-таки вечер потрепанная но спасибо такие если у вас какие-то вопросы может быть что-то интересное услышит так про следующие курсы которые там будут новые я уже в принципе рассказывала если еще раз интересно переспросить и чтобы я не тарахтела то что вам не интересно привет ты прекрасно катя спасибо называется меня выпустили в этом торговый центр то все было закрыто мы на 3 3 месяца не ходили никуда просто в заперти у детей выросли в они выросли из всей своей одежды у них все уже по щиколотку все штанишки то есть все малое и тут мы вырвались два дня уже в аутлет ходим я так тоже лечусь так сказать от депрессии вы наверное знаете с чем и с чем она связана и я всячески пытаюсь из нее выйти чтобы переподняться в духе и как бы нормально себя ощущать потому что мы знаем пока мы чувствуем дискомфорт стресс у нас плохо плохо что получается то есть наш доход все что происходит вокруг напрямую связан с нашей головой и с нашим состоянием покуда нам плохо как говорится беда не приходит одна и начинает все липнуть одно к одному когда вот в таком состоянии находишься и что нужно делать в этот момент это это все возможными способами пытаться выбраться именно из этого состояния не из этой даже ситуации а именно из состояния мы поехали в воронеж и покупались и позагорали два дня и теперь четыре дня отдыхали два дня шопились фотографировались городе то есть занимались чем-то именно приятно я даже в этом состоянии пошла учиться пошла учиться проект этот связан с красотой с красивой лентой в инстаграм и так далее я думаю что на дальнейшем даже кое-что вам про это расскажу что-то интересное а может быть я это расскажу только записи либо в уроках либо уже на на закрытых проектах наподобие кутюр по-русски базовый гардероб и так далее ну то есть внутри возможно постесняясь пока на широкую аудиторию рассказывает потренируясь на девчонках мелкие в более мелких группах жена где в интернет-магазинах заказать стразы и бисер стразы стразы но камни да я заказываю на алиэкспресс ну в среднем месяц они идут стразы я заказываю только там либо в литве мне папа удача улыбнулась я там купила именно сваровске красивые камни которых нигде нет оттенков таких но именно камешки я беру на алиэкспресс что касается бисера приходите в леонардо заходите в леонардо говорите мне нужен там вот такой-то цвет вам приходит подносит то есть знаете да сейчас система в магазинах какая приходишь ты в магазин вот и вот тоже была вчера в литуале или где-то что-то такое все ленточка оцеплена консультант также работает просто им ты говоришь что тебе нужно они тебе приносят показывать ну то есть подносит леонардо то же самое приходишь говорю что тебе надо ты просто стоишь возле касс тебе все приносит бисер я беру леонардо я к чему я веду в леонардо я всегда бисеру рубку только аня спасибо ничего не поменялось только платье до платье себе набрала довольно а кстати походила по магазинам посмотрела на ценники обалдеть какие но я была правда в outlet там как бы не то чтобы базар рынок дешевый но подороже в общем есть отдела конечно более дешевый есть отделы дорогие допустим мне понравилось платье алены ахмадулиной но то что мне нравилось сразу 22 просто ледяное белое платье сада с интересным дизайном 22 и блузка мне помню понравилось блузка с гипюра хлопковое кружево на похоже на хлопковое кружево внизу что-то там полисы немножко двадцать две топик двадцать две и такая не у меня будет потому что я сама пока и не сшила и так далее решили фотографировать гардероб мы уже немножко дошли к своему заключению все уже подошивали почти и вот вчера сегодня фотографировали базовый гардероб готовимся тоже ко второму потоку фотографируем и сделала интересные подборки сегодня допустим фотографировали юбку юбки было десять разных луков то есть все остальное менялась вокруг этой юбки и обувь и сумки и вверх раз десять поменяла это что ты это какое-то волшебство знаете я наконец-то вошла прям вот во вкус базового гардероба как его совмещать между собой мне стало очень интересно вы наверно знаете что я долго сопротивлялась против одежды которая шьется на машинке но я стала ее любить по моему больше не стал нравиться и начала вот прям вот вникать понимать как это так как это одну вещь можно использовать больше десяти раз и так далее и фотографии вам приготовлю покажу отдельно буду снимать урок для базового гардероба где тоже это будет все совмещение думаю будет тоже интересно посмотреть такой урок а не спасибо что отвечаешь иностранцев спасибо сори так что это не делал так вот а вы знали что сейчас идет такая волна качественного контента особенно именно визуального и я зашла немножко глубже и разглядела суть то есть не я разглядела суть не естественно подсказали но мне стало настолько интересно разбираться в себе в личном бренде то есть днк личного бренда кто-нибудь знает что такое днк личного бренда и как его извлечь вот из себя из из детства буквально кому интересно эта тема пилюсики поставьте или сердечки повалкивать кому интересно сейчас очень много блогеров пабликов очень качественных очень красивых есть паблики мне спасибо есть паблики которые просто берут и копируют друг друга тем самым спасибо вижу плюсики спасибо тем тем самым они не показывают себя они просто копируют другого и таким образом становятся однотипными вот как как не знаю девушки с накачанными губами все на одно лицо вот примерно да и здесь такая же тема так вот чтобы отличаться отличаться отличать свой бренд от других у вас должна быть такая никак как концепция и днк бренда то есть днк вашего бренда должно читаться чуть ли не в каждой фотографии как его отыскать вы знаете как вот искать я немножко начала уже погружаться в этот процесс копаться в себе меня даже прорвало слезы текли не знаю как самом деле чтобы выявить днк бренда личного бренда то есть себя нужно копнуть в детство чтобы понять кто ты свою сущность нужно откатиться назад и посмотреть что тебе нравилось в детстве смотреть какие герои тебе нравились за кем ты следила кого боготворила за кем ты следишь сейчас кто икона стиля для тебя на сегодняшний день и только когда ты разберешься внутри себя поймешь кто ты отталкиваясь от этой базы мы уже можем транслировать себя той самой которой мы являемся нет не тем чем мы не являемся и потому что очень много людей допустим есть женщины миллионерши миллионерши но они нет не умеет транслировать себя то есть у них там грубо говоря там в поле в колхозном платье ну то есть не транслирует то что есть на самом деле ошибочно транслирует себя а когда ты транслируешь не то что ты есть у зрителя получается немножко расхождение в восприятии то что ты видишь и то что что это человек говорит да и тогда происходит отторжение чтобы этого не было то и чтобы к тебе люди тянулись грубо говоря нужно транслировать то что ты есть а для этого нужно достать достать то зерно так вот я начала копаться вспоминать своих любимых героев у кого-то это там мультики дисней до у меня это зена зена королева воинов пошла дальше что ну какие еще персонажи я вот ну практически чуть не боготворила и вот прям вот аж вот так это бритни спирс до возможно в то время бритни спирс для многих было как буквы неровне только для меня но все равно согласитесь у каждому свое и не всем она нравится и так далее ну вот зена и кира найтли в пиратах карибского моря играла ну принцесса вот вот этих три я поставил я уже выполняю просто домашнее задание и мне пришлось копаться но слезы у меня потекли именно от зена когда я начала искать фотографии но для того чтобы сделать грит я начал сохранить ее фотографии где я видела ее эмоции и у меня потекли слезы я поняла что ее какие-то качества я перетянула в свою жизнь до ярость опасность это тоже во мне есть возможно это не так сильно транслируем но это это во мне есть и все персонажи которые мне нравятся они будут так или иначе опасность тоже олицетворяет но помимо этого есть такие кадры у нее где нас с ребенком то есть она защитница она защитник слабых да то есть то есть все качества про которые можно на ней про нее написать на самом деле эти качества мне нравились и я их так или иначе на себя перри перенела за во всю во всю свою жизнь перетянула так вот а женя ты наверно на это и учишься да чтобы быть женственной краситься в конце концов так далее может быть мне еще не сильно получать но я стараюсь я лет пять пытаюсь логотип придумать что уж так вот так же нужно пройти тесты узнать какое ты животное узнать какой ты цветок узнать какой ты транспорт и так далее то есть все все вот эти составляющие нужно составить я прошла все тесты кстати они в открытом доступе забиваете какой я цветок да я цветок я цветок подсолнух весел я теперь понимаю почему я обожаю желтый цвет я не могу я захожу мне я вроде бы он не сильно идет но я не могу мне обязательно что-нибудь я желтая прихвачу я не могу глаз оторвать от желтых вещей от желтых сумок от желтых курток от желтых башмаков у меня есть все желтые у меня все есть я а нет не я муж со своих заначек мне вчера купил сумку майкл корс брендовую желтенькую желтенькую сумочку я вам покажу я на фотографировался в них и покажу у меня желтая куртка у меня желтые кофты я просто я подсолнух подсолнух он тянется все время вверх тянется к солнцу стремится ввысь дотянуться до небес да окей подходит волк какое какое-то животное его волк я прошла тест я волк но я с детства себя чувствовал волчицей одно из только сейчас у меня есть стая а всю мою жизнь меня не было стаи и я все время себя ощущала одинокой волчицы то есть одна против всех я все время с детства дозну до замужества грубо говоря вот вот это ощущение у меня было сейчас я тоже волчица только с волчатами с волком и так далее ну то есть все черты характера опять же опасность верность и так далее все то все тоже это присутствует и когда мы составляем контент уже в дальнейшем для своей инсты вы если это слышите сейчас первый раз то если вы начнете это замечать в тех пабликах которые ведут вот именно по вот этой вот эти технологии свои то вы поймете насколько это правда у кого-то кумиры к там клеопатра они кошки и так далее и в каждой фотографии транслируются все вот эти знаменатели то есть если ты кошка ты все время такая кошка да если ты сексуально то у тебя везде считывается сексуальность да если твой персонаж прототип вот этот с которого ты берешь начало вот идет сексуальность какая-то то ты вот это зерно везде транслируешь она везде с тобой идет если ты интеллектуал то у тебя каждая фотография пышет вот им именно интеллектом и по по нескольким пунктам к вот когда проверяешь ты вот прям вот считываешь вот вот это вот свое внутро которое с тобой идет с детства так я полиста может быть что-то писать тогда я принцесса ну да учитывая фотография розовенькая пушистенькая то да когда ты девочка девочка вот вы тут эта женственность ты ее тоже вот вот вытаскиваешь она везде вот везде транслируется ну ваших платьях очень даже заметный и запоминающиеся днк да может быть в платьях днк и вырисовывается но я в какой-то момент себя взяла и выкинула из ленты потому что практически самом начале шло только видео шло только полезности и когда я выкладывал свою фотографию она никак не лайкалась ну то есть она не не шла но с тем самым я пропала вы меня не знаете вы меня не видите и не понимаете кто вообще я такая потому что я себя не как не транслируясь я себе не показываю из-за этого мне незачем вроде бы как за собой ухаживать следить наряжаться и так далее да но это тоже не есть гуд когда человека то есть в ленте нет и вроде бы я в ленте есть вроде бы я в каждом видео но на самом деле не не видно ну кто из вас знает мой стиль никто никто не знает мой стиль вы видите платье но мой стиль и мои платья они очень разные потому что я создаю грубо говоря кутюрный вариант вечерний а сама я люблю спортшик ну допустим я люблю спортшик что-то полу спортивная спортивная с базы какой-то момент я сама себе навязала или просто подумала что мне идет деловой стиль на самом деле он для меня скучно он не подходит это не мое я захожу меня тянет спортивному скиньте ленточками с надписями желтый черный такой билайн очень важно быть собой а не пытаться себе себе клише поставить как которым который тебе даже не подходит как где где ты теряешься и сразу пропадаешь и кстати по поводу фотографов почему на обучение мы учимся фотографировать на телефон не на фотоаппарат почему не на фотоаппарат потому что я вот в воронеже хотела заказать съемку чтобы меня пофотографировали у меня была идея я прям хотела то что я хотела но я не знала как во первых как это объяснить фотографу во вторых фотограф не заинтересован никаким образом он не может залезть вашу голову вы не можете достаточно вот объяснить что вы хотите и фотограф этот ну как бы такая им именно вот когда фотографируете себя вот как 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 личный бренд то лучше наверное научить мужа держать телефон извините но чтобы лента бы не была разношерстная что если вы будете обращаться к равным фотографам у вас будет все время разная лента это будет сбивать толку то есть вы должны научиться сами фотографировать почему почему уходит эра фотографов скоро фотографов вообще не будет эта профессия можно сказать умрет раньше если вы помните были были художники до художники разных мастей одно поколение сменяла другое и и все время была борьба старых с новыми потом на смену художникам пришли фотографы а на смену фотографам пришли визуализаторы личных брендов ему уже не нужны фотограф они уже сейчас техника дошла до того что телефон фотографирует лучше любого фотоаппарата если кто работал видеосъемки в какой-то момент исчезли видеокамеры и не заменились фотоаппаратами фотоаппараты заменяются телефонами а телефоны скоро заменится очками с камерой с внутренней то есть поколение меняется и вы должны либо пытаться вклиниться в это течение либо отстать неизбежно и все и потеряться в толпе до сих пор обожаю золушку вот а если ваше тело реагирует есть мурашки слезы когда тело реагирует это то что вы есть то есть если вы думаете о персонаже думаете о чем-то и вас никак тело не от не реагирует это не то вот когда ваша вот ну даже по мужчине да когда ваша у ваша аж трепет появляется то же самое из персонажем который вы любите вас у меня слезы потекли это 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 можно сказать вы и есть вот качество этого персонажа который вы любите это вы и есть половина черт от этого персонажа вы перенимаете в свою жизнь но этим нужно управлять работать с этим на благо то есть на что вы чтобы все все вот это работало ваш бренд золушка золушка трудолюбивая красивая принцесса все-таки вот попробуйте соответствовать золушке привет как дела когда вы приходите в бразилию не знаю как позову так и предыду бразил ой как много бразил привет ты на нее похожи на зэн у меня даже был ник винза винза зэ зэна зэ была я точно помню когда ник придумала думаю вот зэ вот как раз как зэна то есть я вроде бы глупая молодая все равно вот чутьем мне вот тянула амазонки вот эта вся тема это прям вот моя воители какие-то вот бунтари да возможно я не надеваю на себя доспехи но внутри такая помню ой у меня зимовочка надо с этим работать слушайте я когда вот в этого все вклинюсь прям поглубже хорошо прям все это прочувствую знаю я думаю что я вам еще очень много интересного порассказываю если вам конечно интересно я думаю вы результат мой сначала увидите потом все-таки захотите послушать вы думаете кстати обучение только 29 июня начнется но предварительные ласки только про хватит и проходили но я даже с этих предварительных лекций уже очень много для себя черпнула и очень много взяла я боюсь представить чтобы за три месяца учения все бомба ракета кстати и транспорт ракета у да бритни и из-за нее проколола пупок я вчера рядилась одеваю эту свою любимую желтую в это же желтую кофту майкл корс это сумку и вижу блин это бритни вот этот стиль а школьницы вот этот с помпончиками как этот черлидерши вот это даже стиль вот он у меня прочитывается а почему кстати я любила не только из-за песен а именно из-за танцев я в возрасте ну вот подростком много танцевала я вообще танцую потом пою или пою потом танцую в общем творческая личность поэтому именно как она танцует я просто я я просто тащусь я не знаю я прям не могу это вот меня аж прям до дрожи как я вот вот этот персонаж вот это вот все прямо обожаю мне мне звена тоже а муж сказал что он геракл смотри геракл смотри сошлись что геракл так и есть днк и е днк это когда тебя узнают по почерку костюм это 2 это имейте в дом если платье туда вы узнаете по почерку я думаю что если вы увидите моё платье даже если вы его не видели что это шила я вы можете его узнать я надеюсь когда я была фотографом я по одной фотографии могла узнать кто это сфотографировал даже если это был никудышный фотограф все равно у него есть почерк и я считывала всех личный бренд кого бы вам принести пример вот у меня его нет не было до сегодняшнего дня грубо говоря да я сейчас у меня провела черту и начинаю работать над личным брендом и показывать кто я на самом деле скорее всего тот кто не смотрит эфиры давно не знает он не понимает кто я такая и я пока не могу сформулировать все это четко я только чутьем понимаю что нужно делать куда идти то есть воспринимая эту информацию которую мне дают и думаю что я понимаю что все говорят потому что инсайты принимает либо на 10 процентов либо не на 90 все по-разному но на данную секунду я не могу четко пока сформулировать вот ночное обучение я вам расскажу более точно что я хочу сказать так добрый вечер гения о чем тема начали заплатить сейчас кстати еще раз покажу же не какая-то красивая марина пасима красивая я надеюсь я буду красиво не только сегодня но и постоянно телефон оказывается без зарядка тогда сейчас я подъеду еще раз покажу платье и поставлю на зарядку сейчас она еще не дашь это еще рукавчики не заполнены надеюсь успеть разглядеть завтра еще выложу фотографии так что увидите так зарядку поставим нас вырубят не успеем проститься неусловно то что проститься еще и захоронить не успеет так так сори я сейчас глоток что-то сохнет никогда не пила не пила так инга добрый вечер солнышко где солнышко села поздравляю с сумкой спасибо жене умничка беру пример тебя спасибо добрая волчица но да сейчас я добрая волчица потому что у меня есть семья мне есть моя стая и теперь я больше такие материнские инстинкты и то даже знаете не не больше это связано с моими детьми с проектами с проектами с девочками стаю я чувствую стаю а что за тест у нас задание было то есть пройти тест какое-то животное какой-то цветок какой-то транспорт включить картинки своих кумиров в детстве икона стиля то есть на сегодняшний день за кем вы следите это было кстати немножко сложнее тесты эти есть в компьютере просто наберите какой я святок и отвечайте отдельно спасибо что напомнили отдельно про икону стиля хотела бы заикнуться для для каждого икона стиля своя кто-то английская королева для кого-то икона стиля там не за актриса певица еще что-то я для себя поняла кто для меня икона стиля на сегодняшний день я никогда об этом не думала но на подкорке все время было кто мне нравится то есть за кем мне интересно следить допустим за актрисой за какой-то да как она одевается либо как она себя подает и просто про листовая вспоминала пыталась просто достать из себя что мне нравится шарлиз терон оказалась на первом месте хотя даже не знал как ее зовут до позавчерашнего грубо говоря дня я просто узнала лицо посмотрела начну вспоминать все ее фильмы и что я кстати последняя посмотрела это она играла королеву в охотник золушка королеву вроде бы блондинка вот мне нравится ее стиль то есть как прическа как она подает то есть из если из эстрады современной допустим это по полина гагарина это кира найтли то есть вы ищете тех персонажей ска на кого вы либо хотите быть похожи либо она вам близко по духу либо вот вот все и либо все вместе выбрал вам просто она близко и так вам проще будет создать свой свой личный бренд видя вот берешь когда мы берем что-то от кумира то то же самое как в пошли это нормально когда первые года вы повторяете чьи-то модели повторяйте чьи-то фасоны это нормально около трех лет формируется вкус вкус в пошиве чем дольше вы шьете тем больше у вас появляется лично своего то есть это должно пройти время не думайте что вы с первого платья должны вот оттолкнуться вот от моих моделей допустим и пытаться не повторить наоборот ну то есть для вас это страх повторить вот один в один вот все ну как бы это не мое тогда будет вот бла-бла-бла и бла-бла-бла-бла это нормально на на этапе обучения когда вы повторяете что-то что-то чужое это нормально со временем да вам придется отталкиваться и пробовать что-то делать свое но у кого-то это получается сразу примеру наших участников смотрите я сделал для себя брошюру она тоненькая 20 страничек просто для себя где я собрала девчонок победительность чтобы не забыть кто там участвует тогда это все я буду вести вот эти брошюрки для себя все время но этот журнал полноценный то есть со всеми участниками топ-10 это около 50 человек должно быть в этом журнале я не могу до сих пор собрать потому что процент где-то 40 мне только прислали фотографии свои у меня сохраненные только вот такие кубики но то есть я не могу вычленить оттуда и взять это фотографии а так я не помню всех 50 кто это такие ну то есть кого то я может быть знаю но я знаю не все так вот для себя проездила брошюрку сейчас вам покажу и на фотографии фотографии вы выбрала те которые лучшие для меня как фотография не платья именно снимок лучший снимок марафона вот так скажем и в марафоне дубай лучший снимок стал вот этот да он вошел в десятку этот десятка кто у нас был дубае то есть победитель рассказываю так плавно раз мы перешли на марафон расскажу систему вот что да как после участия в марафоне у нас было как победитель победитель дубая едет в дубай давай за счет школы кутюр десятка имеет право со своим платьем приехать на кутюр по-русски с одним платьем то есть это будет коллекция дубайцев то есть это их будет выход участие то есть соответственно с одним платьем для них бесплатно поездка в дубай тоже так дальше марафон канны соответственно выигрыш канны но так как у нас победила шумак алена которая и так ехала в канны она выбрал дубай по-моему да не ошибаюсь в общем на что-то выбрала это с нами ехать наверно дубай до десятка соответственно с каждым с одним платьем тоже может приехать на кутюр по-русски на показ на пробочек лучшее фото канны это вот это инга попал десятку ну вот снимок если кто помнит разбор мы делали с валерий валерия из литвы приезжала на мк и мы нам обеим подрался вот это платье мы мы его залюбили как раз кстати про валерий раз заикнулась валерия это преподаватель своей собственной школе культурной вышивки будет у нас в этом году членом жюри на кутюр по-русски втором сезоне и за несколько дней до самого показа она устраивает у нас в санкт-петербурге мастер-класс поэтому можно записываться предварительно это будет скорее всего 10 тире 12 13 я не помню точно два или три дня у нее обучение то есть два или три дня обучения 10 по 12 ноября в этом году будет в санкт-петербурге так что кто кто приезжайте на вышивку и заодно на кутюр по русские гости можете присутствует так вот инга обожаю фотографии совсем недавно были колхозные фотки но извини инга аватарка была просто ужасно но когда вошла в марафоны я не знаю с чем это связано но может это зазвенело что-то начала ходить на фотосессии поняла как это круто как это классно получается и теперь ее лента ну просто шикарно шикарная хотя до этого была ну такая какая-то непонятная ссори очень 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 хорошо выросла так это у нас марафон лед это у нас топ-5 участников было катастрофически мало всего 20 человек поэтому дошли кто дошли это был январь было видимо все не дожить я платье друге это раечки на платье она выиграла ее же и на обложку на вторую страничку попала но вот победительница в марафоне лед у нас был приз 20000 так как у нас рая в культур по-русски то есть у нее цифра сминусовалась минус 20 за обучение это пожелание мы не заставляли можно было и деньгами так марафон корсет лучшие фото вот это марафоне корсет у нас галя победила галя тоже выбрала дубай поэтому у нас все трое из марафона едут в дубай если я не ошибаюсь галя и алена шумак они из одного потока из 13 который был в москве кстати у нас там в августе тоже мк будет москве и вот десятка тоже может присутствует на кутюр по-русски со своим платьем новичок марафон новичок то же самое приз в марафоне новичок за первое место катя мальцева выиграла участие кутюр по-русски она по-моему там участвовал мне просто сумма съелась и все остатка так если не ошибаюсь просто этими денежными делами муж занимается я могу не точно что-то говорить десятка тоже может присутствовать на кутюр по-русски с одним платьем но вот это вот все у нас закончилась с кутюром потому что группа уже набрано набрано достаточно большая поэтому следующих марафонов такой привилегий больше как бы не будет лучшее фото тоже инга я уже стала вас запоминать уже кого-то прям как как родных потому что часто мельтешите это у нас марафон топ-5 тоже почему топ-5 извините что-то потому что в детских почему-то доходит до конца гораздо меньше чем во взрослых не знаю почему ну вот так татьяна козинцева но фотография супер вообще очень красиво получилось и фотография в общем красивое и первое место так а это вот свеженький наш марафон который вот недавно закончился марафон бабочка он был бесплатный это единственный бесплатный марафон за всю историю школы в нем победила такая балеринка в нем участвовал феномен 14-летний ребенок сшил этот платья 14-летний ребенок вручную и попал в тур 5 так что если вы думаете что вы не умеете жить и с этим может справиться даже ребенок это это эти снимки меня покорили очень красивая модель а это прошлогодний марафон который как раз и попал на первый сезон кутюр по-русски победительница победительница саша голубева выиграла участие в первом сезоне кутюр по-русски на самом кутюр по-русски она заняла первое место в свадебной номинации и и оказалась выбором школы то есть мы отдельно дарили пресс и подарили участие в каннском показе то есть Саша едет в канн Саша если что можешь ехать в Дубай если тебе надо быстрее так что вот так десятка десятка вышло на подиум вот это платье победитель вот сам показ вот это же платье победитель на показе и вот коллекцию которую Саша уже дошила остальные платья для показа вот первое место в свадебной номинации а вот девочки которые вошли в топ десятку вот все все топ 10 марафон вышли на подиум так что доказательства короче на обложку где написано тут да Ольга по-английски написал все разобрать не могу Ольга вообще Ольга попала она во втором сезоне тоже участвует по-моему family look и вот уже попала на обложку так ладно почитаем что у нас тут расскажи пунктами для проверки ты по тестам я не знаю не помню а что вам сколько лет вроде бы 35 я точно не помню бывает бывает Женя отдохнула по-хороша спасибо ох как я скучаю по первому потоку хотелось бы встретиться поговорить приезжай на путюр по-русски в качестве гостя я не знаю участника вообще просто как-нибудь позвони так так согласна ты похоже похорошела посвежала спасибо платье в новом обзывалась я зря появляется чаще я слежу за вами давно вы очень похорошели спасибо запись будет эфира да я себя просто море представляла в детстве а просто море а это не которое шило на машинке просто море мне что-то так мельком вспоминается рабыня и завра я тоже смотрела санта барбара как будто в прошлой жизни было а мой персонаж из фильма просто мария спасибо за эфир а я люблю красавица и чудовище супер муж такой агрессивный наверное да мы же как бы персонажи с кем там сочетаются персонажи тоже наверное подбираем мужей похожих моего керакла правда животик вырос так а я когда даже смотрю новые фильмы то в некоторых моментах появляется слез значит это вас берет за живой значит это вам близко значит это это частичка вас что-то с вами схожи скарлетт охора так бедненький что-то потемнел а я балдея от моники белучи женщина икона во всем супер о я зену обожаю даже костюм из момент шоу прикольно да мы уже хотим послушать очень ты вкусно рассказываешь да чем больше я впитай тем лучше я смогу это вам рассказать пока все равно информация такая довольно сырая поверхностная даже так можем сказать поэтому дальше я думаю будет интересно сейчас я пока за травочку кинула хорошо очень интересно где учитесь я думаю попозже узнаете я пока не буду раскрывать секрет очень интересно а что за обучение так не хотелось бы мне прям вот сильно все рассказывает пока я думаю вы все обо всем сами догадаетесь когда начнется вот пестрящая лента я буду рассказывать вот прям поэтапно буду картинки выставлять буду все вот это вот показывать поэтому не будем пока забегать вперед а где вы этому учитесь это онлайн курс да это онлайн обучение а как цветок или животное влияет на днк бренда как его в инстаграм визуализировать ну смотрите вот цветок да у меня идет под солнцем это я не все описание помню помню только вот обрывки то что он тянется вверх ввысь стремится к солнцу и вообще он желтый а мой цвет я люблю желтый и то есть я транслировать могу желтый цвет то есть это мой цвет и и даже вот появление все время желтого цвета будет заявлять что это я ну то есть даже цвет может говорить что это вы определено определенная гамма оттенков будет все время присутствует то есть мы будем разбирать тип лица как как какая одежда подходит лично вот вам да какие цвета вам можно носить какие нельзя какие ленты упускать какие нельзя допустим допустим мне подходит пастельные пастельные серенькие розовенькие тоже такие мутники но если в моем по моему типу не подходит ярко розовый синий зеленый то их не должно быть в ленте то есть каких-то ярких а либо черных даже там вещей да то есть вам необходимо истребить то что вам не подходит допустим вам может идти бижутерия но винтаж вашему цветотип не идет или что-то еще такое то есть именно с этим совсем мы будем разбираться чтобы себя одеть настолько то есть свой облик превратить в туда в то что вы во первых вам идет включить туда тех же самых животных цветы то есть это это не может олицетворять не только характер точнее либо характер либо какой-то цвет либо какое-то настроение то есть черты характера все все это в саках совокупности слишком сложно чтобы объединить наверное в одно какое-то предложение я восемь лет влюбилась майкла джексон но к сожалению противоположный пол мы не совсем можем включить в свою личную днк только нужно как бы свою свой этот свой пол выбирать я бы сейчас тут на выбирала но мне помню ну вот когда мне нравилось бритни спирс у меня было около 16 плакатов на стенке противоположный пол мне нравился антонио бандерас кто же еще забыл инрики иглесиас и тогда была мода на длинный волос ну такой как у тарзана и я прям обожала длинные волосы мне аж прям аж вот так вот и до сих пор до сих пор со мной тянется мне нравится когда у мужчины длинные волосы то есть вот это что-то такое древнее ну типа из коном я не знаю первобытное что-то мне очень нравится фильм унесенные ветра Скарлетт кстати ваш персонаж даже говорит как-то о вашем характере да то есть вот я читаю Скарлетт у меня сразу там какие-то свои ассоциации проявляются и я вас как бы вот уже вижу ну возможно вы это не транслируете но и вот внутри я вас вот какую-то оболочку уже начинаю почувствовать вас вот просто по персонажу который вы называете только нужно научиться его еще выливать и транслировать уметь я видела один из ваших первых эфиров вы очень изменились спасибо как минимум я больше стала улыбаться потому что раньше я улыбаться не могла и была такая бука я больше года подписана на вас но интерес появился только после того как слушаю ваши онлайн интерес после прямых эфиров или после именно уроков после уроков красотища ну как как же обожаю вас ой спасибо подсолнух символ солнышко а желтенькое ну тянет к такому к рыженькому к желтенькому есть такое да я я влюбилась в вас первого знакомства с вашей инстинкт вы молодец спасибо проекты это тоже дети да это это точно дети мы одной крови в стае ты тоже волк ну вот раньше я себя чувствовала волком одиночкой а сейчас вот волчица и стаи так сохраните эфир пожалуйста хорошо шарлиз и трон хорошо выглядите сразу видно что человек отдохнул спасибо поддерживаю сохраните пожалуйста эфир хорошо постараюсь привет спасибо я учусь лучше спасибо какой следующий марафон хочу закупить уже материал к чему готовиться следующий марафон будет детский марафон я думаю очень скоро он будет какой еще смесь июнь ну я думаю в начале где-то июля уже ну уже вот-вот скоро начнем запускать и еще у меня есть идея пока она такая сырая так пока сырая но зато уже название есть называется сапожник в сапогах как вам сапожник в сапогах это не совсем про шитье ну как не про шитье нет все таки там будет шитье я хочу вот весь то что я сейчас обучение прохожу немножко хочу переклик сделать со нашей темой наверное не я одна страдаю тем что нет своих собственных фотографий мы мы не наряжаемся мы себя не фотографируем мы не 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 знаем зачем нам это надо или если даже нам надо но некому сфотографировать некого вот в эту тему привлечь и он посвящен нам мастерам скорее всего будет несколько курсов по базовым изделиям именно для себя на себя любимы и я хочу сделать такие задания как фотографироваться именно стильно чтобы вы были стильно одеты чтобы вы попытались транслировать себя то есть показать свою красоту женственность потому что мало кто из вас показывает себя максимум кто-то там возле манекена себя сфотографирует и выстоит вы не знаете как фотографировать зачем это все нужно и так далее вот всю вот эту вот тему именно визуализации вот себя лично я хочу прокачать название есть подробности будет больше сапожник в сапогах и я хочу в не знаю даже что это будет у нас марафон про курс не знаю как я его обзову но призом я хочу сделать сумку брендовую сумку возможно Майкл Корс или Кельвин Клянь это мои любимые бренды как оказалось и вот подарить сумку примерно стоимостью 10-15 тысяч то есть вот такая вот сумочка как вам такая идея то есть смысл будет в том чтобы вести свою ленту вести свою ленту получать баллы и так далее как как вам плюсики поставьте кому интересно я когда подготовлюсь полностью вот про этот такой мини проект фотографический можно сказать и расскажу уже все подробности участия вы так здорово смеетесь приятно смотри спасибо это нервное наверное можно еще такой марафон бесплатный нет бесплатный марафон вот один был достаточно будут разные ценки цены у нас разные бывают и 600 и 1600 и так далее я думаю что это приемлемая стоимость просто от масштаба будет зависеть и цена но бесплатных пока не планируется женечка привет оля привет а мы можем попасть на обложку та-ра-там-там так смотрите здесь десять марафонов обложка одна обложка будет уже в следующих марафонах ну то есть начиная с невесты еще марафоны 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 и у кого будет достойная работа для обложки того и выберем покажу еще раз кутюр по-русски во втором сезоне будет такая же но только здесь будет победитель второго сезона или это победитель первого сезона Катя Роман она же будет во втором сезоне у нас в качестве жюри в этом году но в жюри не во всех номинациях только в детских этот раз мы решили членов жюри поделить на две команды одних членов жюри которые будут именно касаться детской детских номинаций другие взрослых для чего это нужно для того чтобы во первых ближе были к номинациям во вторых для передышки мы даже не подумали о том что проект вот так несется бедным членам жюри даже встать нельзя ну как бы это не совсем нормально что в несколько часов они не могут с места встать поэтому решили разделить их обязанности на два чтобы максимум два часа не мы должны были сидеть только свадебный марафон попадет журнал свадебный попадет но уже в следующий уже именно вот этот забит там много уже марафонов просто мария сериал бразильский я про это говорила я не знаю когда у меня сообщения запаздывают или я что-то не понимаю а женечка это ты где сейчас это секрет это секрет я лично могу только рассказать а мне очень понравилось вообще stories с истории аленького цветочка огонь спасибо большое я писала я сама если честно немножко так сплакивала рыдала это все проходило спонтанно вроде бы все началось с какого-то одного платья и чем это закончилось в итоге как одно за другое цепляется цепляется причем поражение какие-то пинки толчки они всегда работают только на плюс что бы с нами не случалось все работает только в плюс не пустили ах не пустили это вот это вот это вот борьба сопротивление оппозиция она вот с детства тоже идет вот кто-нибудь меня накажет наругает я я сделаю в лепешку разобьюсь ответ куда да сделала тесты мой цветок и цветок фиолетовый и фиалка в париж я ездила с фиалковым цветом две фиалковых платья сделан морфон корсет вот видишь ты на подсознании это транслируешь но когда ты будешь информацией полностью владеть это будет грамотно просчитано все выстроено гармонично поэтому углубляйся тоже в эту тему и глессиас тоже обожала красавчик так слушайте сообщение на день минут на десять поди опаздывает если ты не понимаю почему старые какие-то эти выплывают и мне терпеть хочется этот тест пройти а что за тест цветком и цветком где его найти гугл сири алиса у кого что спрашиваете какой цветок пройти тест и все выплывает тест тыкайте и вам выходит результат прямые эфиры так а у меня материалы для детского марафона уже есть это супер уже подготовлены сапожник в сапогах я тоже тест прошла мой цветок нарцисс вот вы сказали цветок нарцисс а у меня уже тоже вот как бы немножко у вас сложилось впечатление сразу ну везде есть хорошие плохие качества это понятно Женя когда курс фотошоп будет курс в наличии есть в любое время можете его приобрести и работать в плане именно марафона больше не будет потому что уже несколько раз пыталась активность слишком низкая и у меня падает интерес к этому сразу когда из 100 человек 4 выполняет задание ну курс в доступе есть можно его приобрести а где тест пройти в гугл ин в гугл мне уже нравится сапожник в сапогах сапожник в сапогах а победитель с сумкой вот так и кстати на обучение мы будем выявлять миссию почему я вот начала историю про аленькие цветочки я пытаюсь копаться внутри я пытаюсь найти свою миссию я в принципе понимаю что она у меня есть эта миссия но мне только нужно ее грамотно в предложение грубо говоря вывалить выслать выслать сложить в предложение чтобы было понятно и это нужно тоже транслировать потому что транслировать себя нужно еще и через миссию вот плюсики только пошли ничего себе какое запоздание а базы гардероб не будет участвовать кутер по-русски 3 лука будет участвовать я буду победителей именно для кутер по-русски выбирать сама победителя именно для денежного приза будут выбирать девчонки внутри группы у нас сейчас идет второй месяц обучения очень скоро уже будет второй поток ну как скоро 5 августа у нас стартует второй поток можете уже тоже записываться тарифа 3 тарифа можно в гонке за приз можно просто покупать самый доступный пакет где просто курсы есть если вам просто хочется научиться шить то есть на сайте можете подобрать себе подходящий тариф плюсики пошли сапожник 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 с сумочкой прикольно 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 слышится сапожник с сумочкой так и назовем мой цвет я еще лев все вот согласитесь это сразу характер да это король король зверей то есть у вас лидерские значит качество какие-то львица у нас какая благородная то есть все вот эти качества значит вам присущи в очень красивые раньше были очаровательны но сейчас вы как будто перри и прошит и как будто даже фундамент изменен причем каждый раз в еще лучшую сторону спасибо я наконец-то записалась на брови я уже два года все никак не дойду я когда-то сделала микроблетик а теперь мне приходится их рисовать меня собственных бровей нет очень густая шевелюра у меня очень повышена волосатость но брови почему-то лысые в 16 лет просто вывалились и больше не выросли ну очень там неправильная форма и очень тонкий очень мало волос своих поэтому все записалось кстати запись уже на июль идет это месяц на ждать придется очередь только как как ломанулись волосатике салоны но мошене понравилось что на дом приезжает парикмахер мы теперь на дом заказом но он только барбер или как он называется в общем только по мужским стрежкам спасибо спасибо за комплименты у вас красивая улыбка спасибо и эти сережки вам но очень идут спасибо я их купила на кутюр по русски кстати я в них на на и была на кутюр по русски на первом сезоне меня брала их к своему белому платье здравствуйте евгения про что эфир да уже не знаю начала я рассказывать про курс профи немножко затронула про базовый гардер рассказывают про свое обучение куда я поступаю что там что там так обрывками что там будет интересного и и как всегда по ходовой что придется но там о самовлюбленности не было ни слова я протест и цветок нарцисс ну может быть да и удержалась по тексту я камелия мне нужно нужно чтобы все было идеально и я была лучше у него девчонки цветы все цветочки такие классные стал так все погулять надо так покажу кто не видел на журнальчик полистая пока поздавайте мне вопросы я наверно буду сейчас завершаться пока пока листая придумайте мне вопрос так насколько осенью день недели лишь прямые эфиры скутил по русски это детские номинации ну в общем как то так из первого сезона у нас помоток в шумах участок и оля богданова два человека с первого сезона у нас повторили участие прошла тест на цвет я желтый на цвет и цветы и желтый эфир по кутюру когда по средам все никакой день недели у нас по средам каждые две недели и у и у кутюровцев и у базового гардероба у базового гардероба я как раз с утра буду запись урока делать подготавливаться к прямому чтобы подготовиться среду у кутюр по русски 5 часов у базового гардероба в три часа по средам каждые две недели я не помню прошло две недели или нет если сегодня понедельник примерно то послезавтра если вторник то завтра сегодня среда сегодня среда ссори я называется куклу считай что здесь правило называется так все покрастила девочки давайте тогда завтра проведем ничего себе я в группы закину предупреждал что завтра будет эфир извините я запамятовала значит вообще ужас 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 уже известное место проведения кутюр по русски нет неизвестно мы площадку подбираем еще подбираем потому что хочется поехать посмотреть площадку а пока карантин все это закрыто поэтому немножко вот с небольшим таким запозданием но не переживайте все будет красиво вопрос по обучению у валерий интересует стоимостью будет ли сертификат сертификаты валерия всегда дает да по стоимости напиши в директ пожалуйста роман я думаю что лучше знает потому что я в валерийных ценников уже даже не помню черные платья ходовые ну как ходовые муж сказал что мне идет светлый больше но черный практичный поэтому черное маленькое платье оно должно быть у всех марафона невеста есть эфира нет у марафона невесты нет эфиров эфиры есть у кустер по-русски базового гардероба и курса профи который начнется 5 июля также будет каждые две недели я думаю что это будет один и тот же день просто у меня весь день будет расписан по эфирам я просто этот день вижу в виду эфиры по всем аккаунтам и все до среда упс мне стыдно я первый раз вообще мне напоминать обижался неделя прошла может неделя все-таки прошла они две что-то блин я не помню мне надо смотреть в краску 1 может быть и не надо было сегодня эфира почему я тогда не чувствую не то что я должна кому-то куда-то что-то выйти вегине скажите пожалуйста вы пользуетесь моно нитью и как вы ее закрепляете я не пользовалась никогда моно нитью и пока меня не тянет не знаю почему может быть потому что она какая колеса и спутается не знаю не пробовала и и нет желания я тоже дни недели путаю ну девочки я сидела полчаса вспоминала сколько мне лет что говорить про среду лет тебе нисколько не помню я иранится мне нравится ваша страничка вы верьте в примету что невеста не должна шить сама платье я 18 лет замужем участвую марафоне невеста хотелось бы пошить для себя и повенчаться смотрите это такая вещь вот когда веришь чего-нибудь случится а когда не веришь ничего не случится это все от вашей головы если вы это верите вы это притянете вы это притянет что это приносит беду ну то есть если вам все равно то с вами ничего и не случится надеюсь понятно объяснила я тоже нарцисс как вы придумаете название платья при помощи голосования девочки помогите выбрать название на самом деле я не даю каждому платью название маленький цветочек но это аленький цветочек он особенный у него не могло не быть название ну допустим у этого платья еще нет название 10 был эфир переживай 10 был эфир это значит 24 а сегодня какое на 4 никому не должна сегодня эфир все можно шить счастливое платье так все вы не успели больше назад она задавать мне вопросов блин кучи у меня тут журнала остались ринатины и алене нын ален твои журналы еще еще них не заберешь никак они мне полгода уже лежат мне еще марии тур журнал лежит ну то есть у меня что-то еще дома лежит кто кто еще не должен был забрать ален шабану напиши пожалуйста адрес я тебе их уже вышлю ты хоть и в питере ну блин надо выслать очень неожиданно я дельфин ой это такой какой-то сразу ассоциация светлый особенный какие-то такие ассоциации сегодня 17 7 дней прошло на значит значит все одно что мой внутренний будильник не это не подвел меня где-то можно купить журнал культур по-русски если вы дизайнер то мы вам вышли а если хотите просто приобрести то большую печать мы будем делать только ко второму сезону то есть к ноябрю если про кутюр по-русски так у сё а то муж меня не простит если его покину так надолго пойду у нас свидание что вы где-то я пошла спасибо что сегодня были со мной постараюсь сохранить сейчас все всем пока пока и до новых встреч